Уроки по изучению Библии Библейский термин «покорные слуги ходят с Богом». Ходящие с Богом – это покорные слуги. Это одно и то же. В нашем тексте Иаков утверждает, что смирение плюс повиновение дает только одно – покорных слуг. Смирение плюс повиновение равно покорные слуги. Бог есть Бог, а я нет. Всякий, кто ходит с Богом, может быть только смиренным и послушным. Чем больше мы познаем Бога, тем больше смиряемся. Чем больше мы смиряемся, тем больше повинуемся. Смирение уникальное, основополагающее добродетель христианства. Пока вы не научитесь смирению, вы не можете возрасти в библейской духовности. Христианская жизнь начинается и заканчивается смирением. В нашем современном обществе духовность снова в моде. Однако смирение не приветствуется оповиновение политически некорректно. И поэтому большая часть из того, что пропагандируется как духовность, таковым не является. Если она не от смирения, то и не от Бога. Библейская духовность не пропагандирует гордость. Почему мы награждаем эгоистичных, харизматичных лидеров и идем за ними? Христиане не всегда бывают сговорчивыми, но всегда должны быть смиренными. Евраам Линкольн говорил, «Меня много раз ставило на колени огромное убеждение, что мне больше некуда идти. Наша проблема со слугами – это проблема смирения. Служат только смиренные люди. Выбирайте всех ваших проповедников, руководителей и учителей из слуг. Вот почему служители церкви сначала должны быть диаконами, слугами, а не чиновниками». Иаков говорил, «Бог гордым противится» в 4 главе 6 стихе. «Бог не станет иметь никаких дел с гордым членом церкви или гордой церковью». Когда же мы научимся? Иисус протестовал против гордости в своих притчах. В Откровении гордые церкви получили серьезный выговор. Сардийская церковь, которая имела великое имя, была мертва. Откровение 3 глава 1 стих. Лаодикийская церковь говорила 17 стих Откровения 3 главы «Я богата и ни в чем не имею нужды». Какое утверждение может быть более греховным и более глупым, чем это? Лаодикию обычно помнят за ее безразличие. Бог помнит также ее гордость. Гордая церковь не может спасти мир. Мы смеемся над проповедником, который написал книгу «Смирение» и «Как я достиг его». Когда-то мы знали проповедника, который мог сохранить величественный вид, даже сидя. Люди выражают свои смиренные мнения. Слышали ли вы когда-нибудь о человеке, который бы выражал свое гордое мнение? Стюардесса попросила знаменитого спортсмена пристегнуть свой привязной ремень. И он надменно ответил «Супермену не нужен привязной ремень». «Супермену не нужен и самолет», мгновенно парировала стюардесса. «Меня каждый день шокирует моя гордость. Чьи-то слова и поступки обижают меня, и я реагирую на них. А потом вижу свою эгоистичную волю, свою гордость, свое ничтожество. Наверное, это одна из причин, почему Иисус назвал грешников безумными. Преступление греха в том, что он направлен против Бога. Нас должна мучить совесть. Не путайте это с уязвленной гордостью. Гордость трудно подавить. Людей не беспокоит, когда их называют грешниками. Их жутко обижает, когда их клеймят как неудачников. От чего идет наша обида? От совести или от гордости? Но хуже всего то, что нашим величайшим лицемерием является притворное смирение. Это гордость, маскирующаяся под смирение. Чем человеку гордиться? Может он гордиться своими достижениями? Человеческие достижения – это война, расизм, ненависть, фанатизм, ложь, мошенничество, половая распущенность, насилие, преступления, нищета и подлость. Гордость – это почва для всякого греха. Грех человека – гордость. Гордость – уникальная болезнь. От нее болеют все, кроме человека, который носит ее в себе, но в конце концов она убивает его. Великие люди вдохновляют нас. Они могут являть примеры величайших добродетелей, но кто может по-настоящему продемонстрировать смирение? Только Господь Иисус. Лишь глупец может сказать, «Я глубоко постиг смирение». Смиренный человек не станет заявлять о своем смирении. То, что мы должны иметь, можно получить только по Божьей благодати. Бог смирил себя во Иисусе Христе, став человеком и умерев на кресте. Об этом можно прочесть в Послании филиппийцам, 2 глава, 1, 11 стихов. Определение смирению дает спасение по благодати. Иисус не просто учил смирению. Он являл собой смирение. Блаженный нищие духом – это основа заповедей блаженства, которые мы находим в 5 главе Евангелия от Матфея. А в 18 главе спрашивали Иисуса ученики, кто больше Иисус взял в качестве примера ребенка и сказал, «Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». 18 глава, стих 4. А приглашенным на обед Иисус сказал, «Ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, 14, 11. Когда сам Иисус нуждался в помощи, Он служил. Гордость – это слишком много думать о себе. Смирение же вообще не думать о себе. Оторвитесь от мыслей о себе. Психология пропагандирует самокопание, самоуважение, самопознание. Иисус же проповедовал самоотречение. Евангелие от Матфея, 16 глава, стихи с 24 по 27. «Отрекитесь от себя, возьмите свой крест». Иисус дал только одну заповедь – «следуй за Мной». Если в человеке нет смирения, он не может следовать за Иисусом или уподобиться Иисусу. Как я определяю смирение? Убежденность – не чувство, что я совершенно недостоин доброты, милости и благодати Божьей и совершенно не способен сделать что-либо доброе без Бога. Мы вроде бы поняли благодать в первом утверждении. Возможно, мы не задумываемся о втором или не признаем его существование. Мы спасены благодатью, но мы также и служим благодатью. Читаем в послании Ефесиным, 2 глава, 8 по 10 стихи. Смирение кричит «Богу слава!» Филиппийцам, 4, 20. Кто мог гордо стоять у креста? Истина смиряет, любовь смиряет, грех смиряет. Петр продемонстрировал ложное смирение в Евангелии от Уанна, в 13 главе, протестуя против того, чтобы Иисус мыл ему ноги. Иисус резко отдернул Петра. Истинное же смирение побудило Петра отдать Иисусу всего себя. Когда Иисус пришел на землю, смирение было востребовано не более, чем куча золы. Римляне расценивали его как слабость, греки презирали его, смиренный человек слыл тряпкой, трусом. Иисус взял проклятие, возложенное на крест, и обратил его в венец. Иисус взял отвергнутое слово и сделал его драгоценным камнем венца в славе. Какой великий Спаситель! Смирение — это и быть, и поступать. Это свойство сердца. Это наше состояние. Однако это еще и решение, действие, преданность. Мы смиряемся перед Богом, и мы смиряемся перед людьми. Римлянам, 12 глава, 3 стих, филиппийцам, 2 глава, стих, 3. Человек может ответить Богу только смирением. Смирение проявляется двояко. Во-первых, это честность, это способность быть самокритичным. Иисус заповедал нам, если судить, то прежде всего и более строго судить себя. Матфея, 7 глава, 1, 5 стихов. Смиренные люди могут даже смеяться над собой. И во-вторых, смирение проявляется в прямодушии. Мы учим других истине, в любви и прямодушии. Смирение требует, чтобы мы радовались успеху других. Чужой успех не делает меня неудачником. Другой человек достиг известности не за мой счет. Павел говорил, «Радуйтесь с радующимися» в послании к римлянам, 12 глава, 15 стих. Августин мудро пришел к следующему выводу относительно заповедей христианской религии. Первая заповедь — смирение, вторая заповедь — смирение, и третья заповедь — смирение. Люди очень часто отзываются обо мне, но они обычно хвалят мои дела, а не меня. За мое 50-летнее служение еще никто не обвинил меня в слишком большом сходстве с Иисусом. Главные добродетели парадоксальны. Вы должны иметь их, но в то же время их нельзя добиться напрямую. Вы же не добиваетесь счастья как такового, но находите его как бы попутно. Кроме того, люди, обладающие главными добродетелями, не осознают этого. Как только вы начинаете думать, что обладаете главными добродетелями, вы уже их потеряли. Смиренный не знает о своем смирении. Нет ничего глупее, чем гордиться своим смирением. Человек, награжденный значком за то, что он самый смиренный, погубил эту репутацию, став его носить. Мудрые знают только, что они ничего не знают. Щедрые знают только, как мало они дают. Требуется огромное знание, чтобы понимать, что вы ничего не знаете. И снова, самую лучшую иллюстрацию мы находим в Иисусе. Один славный юноша подбежал к Иисусу, назвал его благим, а затем спросил о своих недостатках. Евангелие от Матфея, 19 глава с 16 по 22 стихи, а также Марка, глава 10, 17 по 22 стихи. Как здорово! И тут Иисус шокирует его и нас. Матфея 19, 17. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Совершенный Иисус возражал против того, чтобы его называли благим. А что же мы? Нам нужно быть смиренными и благими. Просто нам нельзя это осознавать. В наших тихих моментах, которые мы проводим с Богом, то есть в молитве, посте и изучении Библии, таится искушение, опасность. Трагедия в том, что можно возгордиться этими тихими моментами. Можно заключить, мы лучше других, раз мы так хорошо все это делаем. Один человек заметил, трудно быть смиренным, когда ты так велик. Апостолы стремились к величию, но это было самовозвеличивание, и Иисус осудил это, но Он также предложил им истинное величие – смирение. Кающиеся люди смиренны. А как же иначе? Они подотчетны, виновны, потеряны, беспомощны. Не смирение приводит к раскаянию, а раскаяние приводит к смирению. Не вы управляете раскаянием, а раскаяние управляет вами. Вы можете спланировать время, когда вы будете креститься, жертвовать, посещать больницы, но не можете назначить некое время в будущем для раскаяния. Давид не собирался каяться в тот день, когда проповедник Нафан постучал к нему в дверь. Три тысячи человек из второй главы деяний собирались в тот день, день Пятидесятницы, не для того, чтобы раскаяться. Раскаяние приходит тогда, когда Бог и истина побеждают нашу волю. Ежедневное раскаяние – реальный показатель нашего ежедневного пребывания с Богом. Кому следовало быть самым смиренным человеком в Библии? Мой ответ – фараону. Бог послал фараону вестника Моисея десять казней и катастрофу на Красном море, а он так и не смирился. В чем разница между Петром и Иудой? Они оба согрешили против Христа. Разница в том, что Петр смог смириться, а Иуда нет. Мы молимся не библейской молитвой. «Боже, смири меня!» И все же продолжайте так молиться. Я знаю, что вы имеете в виду. Павел сказал об этом во 2 Коринфянам 12, 21. «Однако только я могу смирить себя. Это наш собственный выбор. Бог может наказать нас. Он может действовать посредством разных обстоятельств. Но я должен раскаяться и смириться». Чарльз Сперджин сказал, «Я считаю, что каждому христианину дан выбор — быть смиренным или быть усмиренным». А Игнатий говорил, «Боже мой, если бы только люди знали Тебя, они бы никогда не грешили». Парадокс в том, что смиренными могут быть только сильные. Гордости противопоставляется не смирение, а благодарность. Вы можете сказать, «Брат, я не нуждаюсь в милостыне». Нуждаетесь. Мы все нуждаемся. Спросите свою семью и друзей. Суть духовности — зависимость. Мы все беспомощны. Благодарение Богу за неизреченный дар Его, воскликнул Павел во 2 Коринфянам 9, 15. Благодать, крест, Евангелие и затем благодарность за все это. Мы всегда смиряемся перед нашими матерями, ведь мы и стольким им обязаны. Благодарные люди смиренны. Вот еще один парадокс. Смирение — слово, которое греет наше сердце. Мы говорим о нем, хотим его, восхищаемся им и превозносим его. И тем не менее, о смирении не написано ни одного бестселлера. Ох, как мало на эту тему проводится семинаров или собраний, как мало можно найти записи проповедей. Надеюсь, что это положение изменится. Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота. Там добавляются регулярно новые уроки. Субтитры создавал DimaTorzok